Вечером 8 ноября 1895 года он ставил очередной эксперимент в своей лаборатории и вдруг заметил, что плотная черная бумага, которой была обернута часть прибора, засветилась таинственным зеленоватым светом. А когда на пути загадочных лучей случайно оказалась рука ученого, он с изумлением увидел в настоящем недалекой экране жуткую призрачную картину, силуэт костей собственной руки. Сегодня, когда рентгеновские снимки внутренних органов стали привычным делом, подобной картиной никого не удивишь. Но в 19 веке она казалась чудом. Имя ученого, исследовавшего удивительные лучи, Вильгельм Конрад Рентген. Первый в истории физики лауреат Нобелевской премии Вильгельм Рентген родился в Леннепе, небольшом городке Близрэмшейда в Пруссии. Его отец владел суконной фабрикой и надеялся, что процветающее дело со временем перейдет к сыну. Однако Вильгельма интересовали естественные науки, и в 1862 году он поступил в Утрахтскую техническую школу. Закончить ее Рентгену не удалось. За отказ выдать своего товарища, нарисовавшего карикатуру на преподавателя, он был исключен. Без свидетельства о среднем образовании Вильгельм не мог поступить в университет. Он продолжил обучение в высшей технической школе Цюриха. Для поступления в нее достаточно было сдать вступительный экзамен. По окончании научно-инженерного курса Рентген по совету своего преподавателя Августа Кунта занялся экспериментальной физикой. Уже через год он защитил докторскую диссертацию в Цюрихском университете и стал помощником Кунта. Научные интересы молодого ученого были необычайно широки. Он проводил исследования в области электромагнетизма, физики кристаллов, оптики, молекулярной физики. В 27 лет Рентген вступил в брак с Анной Бертой Людвиг. Анна всю жизнь была другом и помощницей Вильгельма. Их семейную жизнь омрачало лишь отсутствие детей, и супруги удочерили племянницу Рентгена. В 1876 году Вильгельм с семьей отправился в Страсбург. Исследования теплопроводности и поляризации света, проведенные в Страсбургском университете, снискали ученому репутацию тонкого экспериментатора. В 1894 году Рентген был избран на почетную должность ректора Вюртсбургского университета. Занимаясь изучением электрического разряда в стеклянных вакуумных трубках, ученый заметил, что лучи, испускаемые трубкой, обладали удивительными свойствами. Они вызывали свечение стоящего неподалеку экрана и потемнение фотопластинок. Более того, с их помощью на экране можно было увидеть силуэты вещей, находящихся в деревянной и бумажной упаковке. Не сказав никому ни слова, Рентген начал исследовать явление, которое назвал «Х-лучами». Почти два месяца он не выходил из лаборатории, забыв о семье, здоровье, учениках и студентах. После опубликования работ Рентгена выяснилось, что некоторые ученые уже замечали такое излучение при экспериментах. Однако никто из них не осознал значения сделанного ими открытия и не опубликовал своих результатов. 28 декабря 1895 года ученый сделал доклад об их случаях на заседании Вюртсбургского физико-медицинского общества. Выступление сопровождалось демонстрацией снимка руки госпожи Рентген. Это была настоящая сенсация. Рентген стал героем дня, предметом почитания и объектом шуток. Не обошлось и без недоразумений. Известная лондонская фирма стала рекламировать нижнее белье, защищающее от «Х-лучей». А в Сенат одного из американских штатов был внесен законопроект, требующий запретить употребление «Х-лучей» в театральных биноклях. Популярность раздражала рентгена. Он был необыкновенно скромным человеком и не любил почести. Ученый прекрасно понимал значение своего открытия для физики, химии и медицины, но даже не думал оформлять на него патент и, как утверждают его биографы, никогда не помышлял о финансовом вознаграждении. За свои открытия он был удостоен многих наград, но лишь одну из них — Нобелевскую премию, полученную в 1901 году, принял с радостью и волнением. В 1917 году, когда в Германии из-за нехватки продуктов питания ввели карточки, ученый сдавал государству продовольственные посылки, которые друзья передавали ему из Голландии. В 1920 году после смерти жены рентген ушел в отставку. Здоровье ученым икс-лучей он получил большую дозу облучения. 10 февраля 1923 года рентген умер от рака внутренних органов. Спустя несколько лет физик Вальтер Фридрих, ученик Вильгельма Рентгена, написал в своих воспоминаниях. Тот, кому было позволено вступить с рентгеном в личные отношения, испытывал чувства, говорящие о том, что перед ним действительно великий человек. Субтитры создавал DimaTorzok